Алло! Здравствуйте! Меня зовут Ксения Казинюк и сегодня я расскажу вам о новом устройстве Huawei Ascent G500 Pro. G500 Pro получился весьма увесистым и не слишком тонким, так что любители тяжелых гаджетов будут от него в восторге. Смартфон удобно лежит в руке, а благодаря прорезиненной задней панели он никогда не выскользнет из ваших рук. Лицевая панель прикрыта стеклом Gorilla Glass, которая надежно защитит дисплей от царапин. Под экраном находятся три сенсорные кнопки, которые помогают выполнить команды «назад», «домой» и «меню». А над ним фронтальная камера VGA и разговорный динамик, защищенный сеткой. Под сеткой динамика расположен служебный индикатор. Во время зарядки он становится красным. При полном аккумуляторе меняет цвет на зеленый, а при пропущенном звонке или SMS превращается в синюю мигалку. В верхней части Huawei Ascent G500 Pro находится кнопка включения блокировки и разъем на 3,5 мм для подключения стандартных наушников. На правом боку вы увидите сдвоенную кнопку регулировки громкости, на левом – разъем microUSB, а в нижней части устройства находится только отверстие микрофона. Задняя панель сделана из прорезиненного пластика с рифленым покрытием. Там находятся объектив основной камеры, вспышка и динамик. Одна из главных фишек Huawei Ascent G500 Pro – классный экран с великолепной IPS-матрицей и разрешением 540 на 960 точек. У него достаточно хорошие углы обзора, реалистичная цветопередача, высокий запас яркости, а мультитач поддерживает до 5 касаний. Смартфон отличается превосходным качеством сборки. Когда держишь его в руке, возникает ощущение, что корпус устройства представляет собой монолит. Крышка аккумулятора очень плотно прижата к корпусу, защелкивается на 8 защелок и не отлетит даже после падения смартфона на асфальт. Экранная клавиатура сделана достаточно крупной. В результате текст набирается легко и быстро, а неточные нажатия крайне редки. Как и у флагмана Huawei Ascent D1, вы сможете перейти к цифровой клавиатуре, просто перелистывая клавишные панели. Звук у смартфона громкий, так что владелец G500 Pro вряд ли будет жаловаться на то, что он не слышит звонок. G500 Pro работает под управлением операционной системы Google Android 4.0.4 с фирменной оболочкой от Huawei. С помощью экраноблокировки можно разблокировать смартфон или активировать камеру. Пользователю доступно до 7 рабочих столов. Кроме этого, можно выбрать одну из предустановленных тем. Помимо стандартных приложений, у G500 Pro есть несколько предустановленных. В частности, нам очень понравился Park Reader, онлайн-каталог журналов и газет, увы, только российских. Фонарик с тремя режимами яркости, ВКонтакте И переводчик Google. Также добавлена настройка автоматического включения-выключения питания. Новинка оснащена чипсетом MediaTek MTK6577 с двумя ядрами, тактовой частотой 1 ГГц и графикой PowerVR CGX531 Ultra. 1 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокий уровень быстродействия, а для хранения пользовательского контента отведено 4 ГБ флэш-памяти с возможностью расширения при помощи карты microSD. Основная 5-мегапиксельная камера смартфона делает фотографии очень хорошего качества, во всяком случае, если снимать при дневном освещении. Интерфейс прост и понятен. Настройки фотографии находятся под бегунком зума, а режим захвата под сенсорной кнопкой спуска. Среди режимов съемки доступны фотография, видеосъемка, панорама, а также фотография с разных углов. Дополняют функционал камеры светодиодная вспышка и ручной режим фокусировки. Кроме этого, доступны режимы замедленной съемки и стандартный набор настроек. Huawei Ascend G500 Pro комплектуется модулями Wi-Fi, Bluetooth и GPS, а из проводных интерфейсов здесь есть разъем microUSB и разъем для наушников. Радиомодуль у телефона только один, так что при работе с двумя сим-картами активной остается только одна из них. При умеренном использовании литий-ионная батарея емкостью 1930 мАч продержится без подзарядки около двух-двух с половиной дней, а при активном использовании смартфон разрядится за 7-8 часов. Итог. Добротный и практичный телефон, который будет выполнять все функции спустя несколько лет после покупки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok